Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена Вячеславовна. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за интерес к нашему мероприятию, за участие в русском диктанте для соотечественников, за интерес к русскому языку в его современном состоянии. И разрешите уже, во-вторых, и это самое главное, прокомментировать текст. Итак, я буду читать по предложению, как это и было на диктанте, обратите внимание, желтым маркером выделены пунктограммы и орфограммы, которые я буду комментировать. То, что вы видите на экране с синим шрифтом, это варианты, то есть если вы написали не так, как у автора, а иначе, но это все в рамках нормы орфографической или пунктуационной, мы не будем это оценивать как ошибку. Кроме того, какие-то сложные вещи для удобства комментария я подчеркнула или выделила жирным шрифтом. Во всем этом мы сейчас будем разбираться. Итак, первое предложение. Лет 10 назад у моего младшего сына и у меня появился обычай гулять по глухим окраинам нашего города. Ну, конечно же, перед «и» мы запятую здесь не ставим, поскольку «и» соединяет однородное щенопредложение. Эта конструкция здесь в диктанте повторяется неоднократно, поэтому больше я комментировать это не буду, просто буду слегка обращать на это внимание. Вот интересный знак здесь «тиры». двоеточие мы не принимаем. Вот по какой причине. Дело в том, что если бы это предложение было сложное и после знака шло самостоятельное простое предложение со своей собственной грамматической основой, то тогда действительно стоило бы поставить двоеточие, поскольку отношения пояснительные и, возможно, вставка «а именно». Но это предложение простое, и то, что мы видим после «тиры» – это второстепенное щенопредложение, так называемое определение. Мы задаем вопрос «обычай какой?». Только определение необычное, но не согласованное, выраженное инфинитивом, то есть неопределённой формой глагола «гулять». Вот согласно пунктуционным правилам, такое определение, выраженное неопределённой формой глагола, но здесь ещё и зависимые слова есть, так отделяется от определяемого существительного «тиры». То есть вставка такая же, как в бессоюзном предложении, а именно, но поскольку структура иная, это предложение, ещё раз повторяю, простое, ставится здесь знак «тиры». Так, в следующем предложении, пожалуй, я не буду его читать, мы все с вами его видим, я выделила несколько похожих, да что уж там говорить, одинаковых структур, заросших ромашками, укрывшиеся в репейнике, покрытые ряской. Это причастные обороты, которые в данном предложении не выделяются запятыми. Так, условия для этого одинаковые, все они стоят до существительных, к которым относятся. То есть заросших ромашками узкоколеек, укрывшиеся в репейнике вагоны, к покрытым ряской прудам. Так, да, это уже я вот зашла за границей второго предложения и вижу такую же конструкцию в третьем предложении. Так, здесь во втором предложении у нас однородные сказуемые разделяются запятой и есть несколько сложных орфограмм. Это причастие разрушенных, оно пишется с двумя «н», здесь очень сильный показатель наличия приставки, выделено курсивом. Так, здесь отрицательное местоимение «никому», оно пишется, ну, во-первых, «сни», поскольку приставка безударная, во-вторых, «слитно», поскольку внутри никакого предлога нет, так, и в-третьих, вот это вот местоимение отрицательное влияет на раздельное написание «не» с последующим прилагательным. То есть если бы его не было и звучала бы фраза «с ненужными проходными», то есть лишними, мы бы написали слитно. Но наличие такого зависимого слова с «ни» обязывает нас написать частицу с прилагательным раздельно. Так, слово «эстакады», «репейник», подчёркнуто безударное, гласное в корне. Обе гласные непроверяемые, мы ошибки будем в этих словах, если эти ошибки будут, будем исправлять, но не подсчитывать, поскольку это словарные случаи. Так, и вот ещё одна сложная орфограмма «непонятные». Вот обратите внимание, очень похоже слово на причастие, допустим, «непонятый», да, но «непонятный» – это всё-таки прилагательное, и пишется «с не» в данном случае слитно «непонятные», то есть «малопонятные», «малоразборчивые», «загадочные» и так далее. Следующее предложение, также сложная для нас орфограмма, мы пишем на речи 2 «н», на речи на «о», поэтому нам нужно исходное прилагательное, «неожиданный». Ну, а в самом этом отглагольном прилагательном «неожиданный» мы пишем 2 «н», опять же, по той причине, что есть в слове «приставка», здесь она выделена жёлтым маркером, вот эта приставка «о» нас обязывает написать 2 «н». Теперь неожиданно попадали на поляны, да, здесь безударное гласное проверяется ударением, падать, так, и далее мы видим причастный оборот, который как раз выделяется запятыми, в отличие от тех, которые комментировала я ранее, да, поскольку стоит он после определяемого существительного. На поляны какие? А с усыпанными одуванчиками. Конец оборота. Слово «усыпанные» 2 «н» пишется по той же причине, что и выше мы разбирали слово «разрушенных», то есть это причастие, да, от глагола «усыпать». Есть приставка, можно ещё помнить про совершенный вид глагола, от которого причастие образуется, это тоже помогает выбрать 2 «н» в подобных написаниях. Так, ну, конечно же, кто-то, неопределённое местоимение, мы пишем через дефис вот эти частички, то либо нибудь. Так, опять сложный случай с 2 «н» на речи на «о», значит, мы берём исходную форму, сдержанный, да, наличие приставки в этом глагольном слове говорит нам о том, что пишется 2 «н». Сама же приставка здесь не варьируется, да, приставки «з» нет, как мы знаем, и несмотря на то, что произносится здесь звонкий согласный, пишем приставку «с». И ещё один трудный случай перед суффиксом «нн» в причастии мы пишем букву «а», если эта буква уже есть в самой исходной форме глагола, от которого причастие образуется. Глагол у нас «сдержать», да, то есть «а» уже есть в основе глагола, это «а» сохраняется и в причастии, и, соответственно, в наречии. Ну и здесь соединяет однородные сказуемые. Так, следующий абзац короткий. Здесь мы видим безударную гласную проверяемую ударением очарования чары и вариант, который я пометила синим шрифтом, да, «возможное тире». У автора тире здесь отсутствует, но в неполном предложении тире, вот если интерпретировать эту часть именно так, а порой было и ожидание тайны, да. Итак, тире в неполном предложении факультативно, но возможно, поэтому здесь мы постановку тире не будем считать за ошибку. Впрочем, не только там. Вот такое короткое предложение. Здесь первое слово является вводным, отделяется запятой. Пишется оно, ну, во-первых, слитно, и последнее безударное гласное будет «е». Частицы «не» с последующей частицей пишется раздельно, и, пожалуй, всё. Далее мы видим в следующем предложении опять причастный оборот, необособленный, да, поскольку он стоит до существительного, выжженных солнцем холмах. Жирным шрифтом я выделила здесь ряд однородных членов предложения на холмах, и на рельсах, и на лугах. В этом ряду, состоящем из трёх членов предложения, мы видим повторяющийся союз. И правило такое. Если однородные члены предложения соединяются повторяющимся союзом, то, внимание, между однородными членами предложения ставится запятая. То есть и перед первым союзом, и перед вторым союзом мы обязаны поставить запятую в такой конструкции. То есть в компактном виде это звучало бы так. На холмах запятая, и на рельсах запятая, и на лугах. Кроме того, внутри первой части, скажем так, этого предложения мы видим ещё уточнение вблизи Херсонеса. Думаю, что при чтении диктанта преподаватель, мой коллега, интонационно выделил этот фрагмент. Здесь обязательно должна быть при озвучивании уточняющая интонация вблизи Херсонеса. Так. А вот дальше, посмотрите, похожие вроде бы структуры на заброшенных рельсах у старой станции в Тюмени, на некошенных лугах вдали от городов и деревень. У автора вот эти частички у старой станции в Тюмени, вдали от городов и деревень, не выделены как уточнение. При чтении мы пытались это тоже интонационно передать, но если вы поставили запятые, допустим, после слова «рельсах» или после слова «лугах», ну что ж, ошибкой, грубой ошибкой это, конечно, считаться не будет. Но, тем не менее, повторяю, что здесь при такой конструкции, как уточняющее обстоятельство, где именно, очень важна уточняющая интонация. Если вы её не слышите, значит, уточнения на письме, то есть выделения запятыми нет. Теперь посмотрим и пройдёмся по орфограмму. Значит, возникало, никнуть, да, проверяем здесь безударную гласную, выжженных, так, вот, практически уникальный случай, когда в русском корне мы пишем двойную согласную, выжженный, сожжённый, зажжённый, пишется две буквы «ж» и интересно произносится, всегда мягко по старшей орфоэпической норме. Ну, это уже к слову. Так, две «н» в причастиях мы пишем, поскольку есть приставка, это уже повторяющийся случай. Так, вблизи херсонеса, обратите внимание, вблизи здесь выполняет роль предлога, предлога места. Пишется слово слитно и безударная гласная, проверяемая, близко. Так, заброшенных при части «двеем» есть приставка, а вот слово «некушенных», а глагольное прилагательное, у нас пишется с одной «н». Несмотря на то, что в этом слове есть приставка, давайте запомним или вспомним, повторим, приставка «не» никак не влияет на написание одной двух «н». Вот если бы было, допустим, нескошенных, мы бы писали две «н». Так, а здесь никакой другой приставки, кроме «не» нет. Само прилагательное образовано от глагола несовершенного вида, это тоже очень важно косить. Так, нет никаких зависимых слов у этого слова, то есть нет ни одного условия, которое бы позволяло нам написать здесь две буквы «н». Итак, «некушенных» пишем слитно, поскольку нет никакого зависимого слова, и с одной «н», по причинам, которые я назвала ранее. И вот в такой же функции предлога используется здесь слово «вдали», «вдали от», так оно пишется в данной функции слитно. Следующее предложение – это предложение с прямой речью. На экране вы видите, как оно оформляется пунктуационно, особых здесь комментариев, кажется, не должно быть, поэтому перейдём к следующему предложению. Наречия немало, или количественные слова по-разному определяют. Мы его пишем слитно, потому что можно заменить на речи на «о», можно заменить, допустим, немало, то есть много времени. Безударное гласное, так называемое, наращение в слове «времени» будет «е». И здесь мы видим ещё один вариант пунктуационного оформления предложений. Здесь бессоюзная связь. У автора стоит запятая, при чтении текста мы пытались передать этот знак в соответствующие перечислительные интонации. С тех пор прошло немало времени, сын вырос. Однако, возможно, если, допустим, представить себе, что вы сами пишете этот текст и не слышите, как он звучит, возможно и постановка тире, как отношение следствия между первой частью и второй частью предложений. Поэтому будут приниматься здесь оба знака. «но» не двоеточие, поскольку пояснительных отношений значений причины второй части нет. Далее мы видим союзы, соединяющие однородные сказуемые, запятая перед «но» и, пожалуй, всё в этом предложении. Переходим к следующему. Здесь также возможны варианты, либо без конструкции прямой речи, такой упрощённый вариант, но тогда слово «спасибо» требует кавычек. Либо оформляется, может быть, более громоздко, как прямая речь, и тогда требуется двоеточие, и не только кавычки, темное оформление слова «спасибо» с большой буквы и, например, восклицательный знак. И вот интересная конструкция в самом конце этого предложения. «Спасибо» действительно образована от вот такого пожелания русского «Спаси Бог». Значит, Бог здесь в этом маленьком предложении, в этом пожелании в роли обращения. Поэтому запятая обязательно. И по современным правилам русской орфографии, «бог», если речь идёт о православном, «боги», например, пишется, это слово за большую букву. Если там какие-нибудь античные боги, языческие, то, возможно, маленькая буква. Страчная. Так, следующий абзац. «Тире» здесь между подлежащим и сказуемым оба этих главных щеноприложений выражены существительными. Пространство, территория. Так, слово «территория» двойная и согласная, да, от латинского корня «тера» – «земля». Но слово словарное, поэтому, значит, как это говорить, не будем считать ошибку в этом слове грубой ошибкой. Я думаю, что ошибок и не будет. И запятая здесь отделяет два предложения друг от друга, именно главная и предаточная, которая присоединяется здесь с союзным словом «где». Так, запятая здесь, конечно же, обязательно, да. «Земля устала» – это основа уже следующего предложения. «Земля» у автора с маленькой буквы. Возможно и, видимо, да, поскольку всё-таки текст вырван из большего, как бы фрагмента из большего текста вырван, да, то мы допускаем, что кто-то напишет с большой буквы, это будет приниматься. Так, в слове «бессмысленный» две орфограммы. Это приставка «бес» с глухой «с», поскольку корень начинается с глухого звука, с той же «с», да, получается, когда здесь двойная согласная на стыке морфем, на морфемном ше. И две буквы «с» здесь пишутся уже по другому правилу. Вот до этого нам с вами встречались причастия, да, с приставками. А здесь дело не в приставке, а дело в том, что суффикс «енон», да, если у нас с вами обычное прилагательное, образованное от существительного, да, в данном случае смысл, вот этот суффикс пишется всегда с двойной «н», ну, исключение, да, ветреный, да, ветреный день, ветреный человек, вот исключение пишется с одной «н». Так, и опять устала и опустела знакомая конструкция с однородными сказуемыми. Далее, довольно сложный случай здесь. Сразу обращу ваше внимание на него, да, посмотрите, стык слов «душой» и «союза и» подчеркнуто. Здесь запятая у нас отсутствует. Чем здесь дело? Это предложение сложное, сложное подчинённое, и «союз и», вот тот, который я подчеркнула, так, ну, здесь и, кажется, один, да, соединяет два однородных, но не члены предложения, а два однородных предаточных предложения. Посмотрите, они даже начинаются одинаково, эти предаточные предложения, с одного и того же союзного слова. Итак, читаем главное, проверим эту однородность. И теперь они пускают к себе только тех, так, тех, каких, да, тех кого, тех каких, каких же. Кто не желает людям зла, чист душой, здесь просто обычные перечисления, а ещё каких. И кто уже качнул свои весы в сторону добра. Вот такая вот конструкция, она похожа на конструкцию с обычными однородными членами предложения, которые соединены с «союзом и», да, здесь такая же аналогия, поэтому, если «союз и» соединяет однородные предаточные, запятая перед ним не ставится. Как узнать, что они однородные? Мы к ним задаём один и тот же вопрос от одного и того же главного предложения. Так, что ещё здесь? Ну, некоторые орфографические вещи, да, отметим. Не с глаголом раздельно, безударное гласное в слове «качнул» проверяет с ударением, «качка», «весы весят» и, пожалуй, всё. Следующее предложение у нас вопросительное, да, поскольку присутствует вот эта вопросительная частица «ли», запятой отделяется вводное предложение, в котором «не» пишется с сказуемым раздельно. Так, теперь не ошибёмся в окончании слово «подходящее», да, «какое», значит, здесь будет после мягкого «ще», «е», и в слове «приключений», да, пишется «и», да, запоминаем. Ну, я думаю, что ошибок в этом слове не будет, ну, на всякий случай. Вот такая же орфограмма у нас, «при-при» будет ещё дальше, вот в слове «приходили», ну, здесь уже «при» выделяется как отдельная приставка со значением «приближение». От слоя «приключения» приставка уже срослась с корнем. Так, слово здесь, да, пишется, это словарное слово считается через букву «з», да, значит, не путаем здесь со словами, начинающимися с приставки «с». Так, в следующем предложении у нас сложные случаи, наречия сразу, оно пишется, и не только оно, сейчас я это поясню, с частицей «не» раздельно, такие наречия, как, допустим, «не сразу», «не вдруг», «не впервые», «не по-моему», «не по-товарищески» и так далее. То есть наречия не на «о», да, не те, которые образованы от прилагательных, вот типа там «невысоко», «неглубоко», там будет не слитно. Так, а вот если это иные наречия, некачественные ненаречия на «о», то они пишутся за исключением трёх слов, нехотя, неспроста, невдалеке, значит, остальные вот пишутся раздельно, да, не сразу, не впервые, не вдруг. Раздельно, неспроста, нехотя, невдалеке, слитно, так же, как и наречия на «о», например, «невысоко», «неглубоко». Так, в слове «постепенно» две «н» здесь правило иное, степень, да, исконный здесь корень, и к этому корню присоединяется суффикс «н». Отовсюду это наречие, поэтому никакого предлога, значит, раздельного написания быть не может, да, существует такое простое правило, если одно наречие образовано от другого наречия, ну, пишется слитно, всюду, отовсюду пишем слитно. И здесь у нас вариантность в знаках препинания. У автора здесь стоит тире, оно усиливает противопоставление как к отношению между однородными обстоятельствами, вот здесь они выражены как раз наречиями. То есть герои приходили не сразу, подразумевается, а постепенно и отовсюду. Если вот эти отношения не усиливать знаком, то, ну, принимается запятая. Они сразу, постепенно и отовсюду. Так, хотя вот, повторяю, авторский знак здесь подчёркивает именно противопоставление. И осталось, дорогие друзья, последнее предложение. Частица «как бы», не путаем её с частицей «как-то», «как-либо», «как-нибудь», то есть «бы» пишется здесь раздельно «как-бы». И в слове «рассказывали», поскольку безударные гласные в суффиксе, можно её вообще-то и проверить. «Ова», «ева», «ыва», «ива», в случае, если это безударный суффикс, проверяется, напомню, по форме первого лица единственного числа, примерно настоящего времени. То есть я что делаю, рассказываю. И когда в этой форме суффикс сохраняется, это говорит о том, что пишется «ы» или «и», то есть сохраняться в этой форме полностью без всяких фонетических изменений может только суффикс «ыва» или «ива». А вот если в этой форме мы не обнаружим этот суффикс в том виде, в котором он представлен, допустим, в начальной форме, «я советую», «я командую», нет этого «ва», скажем так. Это будет говорить о том, что в других формах в прошедшем времени, в начальной форме пишется «ува», «советовал», «командувал». Дорогие друзья, спасибо за внимание. Ждём ваших работ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok